Гераниум. Лучший ресторан в мире 2022 года. Первый ресторан в Дании, который получил три звезды Мишлен, знаменит своим миниатюрными блюдами, лаконичной подачей и многослойным вкусом еды. Именно в этом ресторане еда на трелке встречается с искусством. Еда становится самим искусством, максимально используя цвет, пустое пространство и выверенное количество ингредиентов на тарелке, создавая гармонию между вкусом и эстетикой подачи. Всего этого ресторан смог добиться под руководством своего шеф-повара и владельца Расмуса Кофада, который единственный в мире обладает всеми наградами золотого бакюза. Витаю, вы на канале Митяй и сегодня вам расскажу об этом уникально кринжовом шеф-поваре, который не боится быть собой и показывает свое видение миру. Расмус родился в 1974 году в маленьком городке Биркерет, в котором проживало всего 20 тысяч человек. Тут надо понимать, что в Дании все городки небольшие и у них нет городов-миллионников. В столице проживает всего 600 тысяч человек. Увлечение кулинарией у него появилось в возрасте 10 лет, когда он помогал своей матери на кухне, чтобы накормить своих младших братьев и сестер. Он с семьей ходил в ближайшие леса, собирать крапиву на сумму или шипов, грибы и орей. Он начал копировать Рене Редзепи до того, как это стало мейнстримом. Это сейчас кулинарный тренд, который протекует во многих ресторанах мира, а тогда это было жизненной необходимостью, чтобы не умереть с голода. Это сейчас здание экономически успешное, а в 70-е и 80-е она была более бедной и не такой передовой. В 90-е годы Расмус подсаживается на рэп, любит кататься на скейте и в хер не дует. Он выбирает жить в кайф. Однако любимые родители капают на мозги, мол, хватит херней заниматься, иди учись и работай. Но, как мы все знаем, рэперы не особо умные ребята, интеллектом не блещут и Коф отрешил пойти учиться на повара. Так как поступление на эту профессию в колледж не требует больших знаний и навыков. Две руки есть, две ноги есть. Отлично. Вы нам подходите. И поскольку я сам учился на повара, то я прекрасно знаю, о чем я говорю. Нас так и отбирали. И в Европе с этой профессией делаться точно так же. Его хобби — это рэп. Мое быть блогером — это факты. Такось. После окончания обучения в кулинарной школе попадает на стажировку в отель «Де Англитерре», который находится в самом центре Копенгагена. Является одним из самых дорогих отелей Дании. И, как водится, у дорогих отелей у него есть собственный ресторан — ресторан «Маршал», в котором стажировался «Расмус». Все дорого-богато, как в лучших французских ресторанах. Белые скатерти, дорогая посуда, бокалы из хрусталя, живые цветы в интерьере, дорогие и красивые блюда по заветам французских мастеров «Новель Кузин» и «Кузин Классик». И что самое удивительное, Расмусу не нравилась эта работа. Он не был одержим кулинарией. Зачем учиться на повара, если ты можешь стать рэпером? Тем более, когда твой рабочий день длится больше 12 часов и ты готовишь одно и то же каждый день. Единственное, что для себя решил Кофак, что ему необходимо изучать французский язык, чтобы лучше постичь кулинарию, так как это международный язык ресторанов. Он пробует пойти на стажировку в различные рестораны, где есть французские шефы или кто работает на французском языке. Ему одобрили стажировку в ресторане в Бельгии. Бельгия – это еще одно королевство на европейском континенте, как и Дания. Бельгия за свою историю была в составе таких стран, как Франция, Испания и Нидерланды. В результате этих всех событий имеет три официальных языка на государственном уровне – французский, немецкий и нидерландский. А я вам напомню, что Расмус Кофак хотел изучать не сколько кухню, а больше постигать французский язык через кулинарию. Будущий шеф попадает на обучение в ресторан Шольтесхофф, который находится во Фламандии. А весь кекис в том, что это немецкоговорящая часть Бельгии. А я говорил, что рэперы не самые сообразительные ребята. Название Шольтесхофф в переводе с немецкого означает «Ферма Шолтес». Шеф и владелец ресторана Роджер Саверейн получил две звезды Мишлен еще в 93-м году. И этот человек просто горел своей работой. В 1983-м он открыл свой ресторан на месте бывшей фермы. Отсюда и название – концепция ресторана «Farm to Fog» или «С фермы на вилку». Все, что выращивалось на территории ресторана, подавалось гостям. Роджер был одним из первых в мире, кто реализовал это в своем ресторане. И именно Саверейн смог направить энергию нашей будущей звезды в нужное русло. Именно он привил ему настоящую любовь к кулинарии. Да так, что это стало делом всей его жизни. Позже Расмусков отвернулся на свою родину и начал работать в лучших ресторанах Дании. Но о нем никто не знал, так как он был один из тысячи поваров. И что же он сделал, чтобы его заметили? Ну, во-первых, в 2003-м году его признали лучшим шеф-поваром Дании. А в 2005-м возглавил сборную Дании на международном и самом престижном конкурсе для поваров Бакюз де Ор. Золотой Бакюз. Эта кулинарная олимпиада пройдется раз в два года во Франции. Придумал и организовал ее Поль Бакюз, один из самых знаменитых и именитых поваров последних лет. И эта кулинарная олимпиада пройдется в его родном городе Лионе. Но вернемся к Расмускову. Какого результата смогла добиться датская команда под его руководством? Третье место. Это отличный результат, так как в этом конкурсе участвуют повара со всего мира. И после бронзы предложения о работе посыпались со всех сторон. И Расмус принял предложение возглавить кухню в ресторане «Маршал» при отеле «Де Англитерре». Тот самый ресторан, который был первый в его жизни. Расмус тупо вернулся к бывшему. А любой адекватный человек знает, что бывшие должны оставаться бывшими. Как сказал сам Расмус, я был учеником «Де Англитерре». И это было странное место для работы. Но я даже не представлял, что настолько. Проработал он там недолго и вскоре его оттуда уволили. А чё? Владельцы ресторана хотели обновить меню и добавить французский бифштег, падающие звезды и клубный сэндвич. Классические блюда датской кухни. Если вы забыли, то в 2004 году Рене Редзепи и еще 10 поваров выпустили манифест о продвижении новой скандинавской кухни, что привело к взлету популярности локальных блюд. И все хотели впрыгнуть в поезд хайпа. Но Расмус не хотел быть как все и искал свой путь. За что его и уволили. Он продолжил работать в других ресторанах, набирался опыта, знаний и в 2007 опять едет покорять золотого Бакюза. На этот раз его команда занимает второе место, а первое занимают французы. Но! В этом году на соревнованиях случился скандал. Французскую команду обвинили в фасификации и что они пронесли на конкурс уже заготовленные продукты. Говнометы быстро направили его французов и началась информационная война. А что сделал Кофот? Забил хер и никак не комментировал эту ситуацию. Ебаный рот этого казино! Он и так получил свою порцию хайпа. Он первый и единственный в истории, кто смог выиграть сразу две награды Бакюза. Бронзу и серебро. Скандал на конкурсе также поднял интерес к его персоне. Профит, дешефт и пряники и так были получены. В этом же году он открывает свой ресторан Гераниум вместе со своим старым другом Сореном Ледетом, который также работал с ним на кухне. И уже в следующем году Гераниум получает первую звезду Мишлен. Но путь тернист и труден. Сорен и Расмус обладали только 49% компаний, а 51% был у других людей. В результате мутных съем ресторан закрылся в 2009-м. И наши два друга стали искать новое место для ресторана. И они его нашли в 2010-м, в самом неожиданном и нелепом месте для дорогого ресторана. Новый Гераниум открылся на футбольном стадионе. Опять шутить про рэперов? Вот вы думаете, я просто так над ним прикалываюсь? Не, зацените. И если вы думаете, что это все, то нет. Из окон на кухне ресторана открывается вид на футбольное поле стадиона. А панорамные окна из гостевой зоны открывают вид на парк Фалет Паркин. А это уже стандартный и живописный вид из окон ресторана. В результате этих всех переездов с рестораном Расмус пропустил золотого бакюза в 2009-м. Но вернулся на эти соревнования в 2011-м. Забрал свое заслуженное золото и стал первым и единственным в мире, кто обладает всеми тремя статуэтками, что опять повышает его узнаваемость и популярность ресторана. В итоге постепенного и плавного роста популярности в 2016-м году становится первым рестораном в Дании, который обладает тремя звездами Мишлен. Все три звезды ресторан удерживает до сих пор. Давайте посмотрим на некоторые блюда, которые предлагают в ресторане. Мягкий корень сельдерея, подкопченный сыр, ферментированные сливки и черная икра. Или вот, красные корени, голубика и резкий корень хрена. А здесь мы видим нежнейшую камбалу тюрьбо, фаршированную лангустином. А на закуску ржаной хлебец, сыр и пластинки из ароматнейшего черного трюфеля. Но ресторан успешен не только в приготовлении уникальных блюд. Помните, я упоминал совладельца и друга Кофада Сорана Ледета? Когда открылся новый гераниум, Соран взял на себя менеджмент ресторана и всю винную карту. Он стал Сомелье. Винная карта содержит около 5000 позиций. Это огромный выбор. Это настолько много, что она расположилась на 219 страницах формата А4. Только шампанское занимает всего каких-то 20 страниц в винной карте. Напомню, если вы не знали или забыли, что шампанским называется только то, что произведено в провинции Шампань во Франции. Все остальное называется игристый вин. 20 страниц шампанского. Это просто охуенно. В винной карте собраны как молодые вина со всего мира, так и редкие и винтажные. И поскольку 99% людей, которые будут смотреть этот ролик, абсолютно насрано на винную культуру, историю и прочее бла-бла-бла, то мы остановимся только на одной странице. Самой последней и самой интересной. Раритетные вина. И сразу читаем вступительный текст к ней. Раритетные вина следует рассматривать как предметы аукциона и антиквариата. Вина подаются на ваш собственный риск. Если вино скисшее, тухлое и вообще говно, то скидки или замены бутылки не будет. Как в лучших ресторанах, Соран открывает винтажные бутылки при помощи кочерги. Сперва кочерга раскаляется до красна, прогревается бутылочное горлышко и быстро остужается при помощи помазка с ледяной водой. Из-за резкого перепада температуры стекло трескается и горлышко просто снимается при легком нажиме. На хрена такие сложности при таком варварском способе? Тут сразу несколько причин. При длительном хранении пробка придет в негодность. А если ее откупоривать при помощи ножа сомелье, пробка раскрошится и попадет в вино. И чтобы бутылку повторно нельзя было заполнить, другим вином и продать повторно. И поверьте мне, это возможно. Я так делал, когда работал барменом. И этим не горжусь, но навыки есть. И давайте так, 10 тысяч подписчиков и я покажу вам, как это делается. Если вы думаете, что это современная технология для открытия бутылок, то нет. Такой способ придумали в Португалии еще в 18 веке, еще 300 лет назад. В плане сервиса очень мало происходит изменений в ресторанах. Кухня развивается, притом семимильными шагами. А вот сервис в файндайнинг ресторанах топчется на месте. Симбиоз кухни и вина в Гераниум начал продвигать ресторан вверх в списке лучших. И в 2022-м они забрали свою заслуженную награду, став лучшими в мире. Изначально церемония награждения должна была пройти в Москве. Но 24 февраля Россия напала на Украину. Это не укладывается в голове, что вот это происходит рядом с нами, на тех улицах, по которым мы гуляли и радовались жизни. То есть это просто сюрреализм. И уже 25 февраля организаторы объявили, что церемония пройдет в Лондоне. В предыдущем ролике я рассказывал, что рестораны не работают в вакууме от всего остального мира. Все, что происходит в мире, откладывает свой отпечаток и на ресторанную сферу. За несколько месяцев до получения звания лучшего из лучших, Расмус объявил, что теперь в его ресторане не будут подавать мясо. Мало того, что он рэпер, так он еще и веган. Комбо! В обновленном меню блюда только из овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов. И я хоть целый ролик подшучивал над Расмусом, но он идет своей дорогой и делает то, что ему действительно нравится. Основная причина такого решения, то, что по его утверждениям он уже 5 лет не ест мясо. Если он сам не ест какой-то продукт, то зачем его подавать в своем ресторане своим гостям? Расмус следит за своим здоровьем, постоянно тренируется и бегает полумарафону. И это в свои 48 лет. Если посмотреть на мои пухлые щечки, то станет ясно, что я в свои 33 не пробегу и четверть марафона. А все потому, что Господь Бог сделал животными такими вкусными. В своем ресторане смог организовать дружелюбную атмосферу у персонала. После отработанного рабочего дня команда кухни и зала берут по бокалу вина и все идут отбивать пятерочки друг к другу. У них, кстати, есть пункт в трудовом договоре, который подписывают все сотрудники, что если кто-то увидит, как кого-то травят или буллят, то вы обязаны сообщить об этом руководству сразу. Это реально круто, так как и так слишком много злобы и ненависти в современном мире. Надо быть добрее. Ребята, давайте жить дружно. Вот такой он, Расмус Кофот. Удивительный, кринжовый, но на своей волне, что помогает ему быть фавори, добиваться своих наград и признания в мире. И чем он сможет нас удивить в будущем, узнаем совсем скоро. Ждать осталось недолго. Понравилось видео? Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А впереди столько всего. Планы грандиозные. Тем для разговора еще бесчисленное множество. Я на этом собаку съел. Да дякую, пусть дякую, что додавелось до конца.